Так устроено это, понимаете, и эти нити психические, эти нити созданы Богом, не нами. Это Он соединяет психики людей вместе, и Он как бы соединяет вот эти энергии между людьми. То есть они движутся по воле Бога. Вот, допустим, человек тысячу раз иногда хочет уйти от близкого человека и не может уйти. Он говорит, что ты меня держишь рядом с тобой? Тот говорит, я не держу, уходи. Нет, держишь, я чувствую, что держишь. Он чувствует, что его сердце не пускает уходить. Это Бог держит. Не человек держит, а Бог. Почему? Потому что Бог хочет, чтобы мы жили вместе со своей судьбой. Вот Бог дал по судьбе человека, вот и живи с ней. Понимаете, потому что в человеке есть божественное, это то, что приносит тебе счастье. И человеческое в нем есть. А человеческое в человеке, это и есть твоя судьба, один в один. Не божественное в человеке твоя судьба, это подарки, тебе подарки. А человеческая в человеке твоя судьба. А что такое человеческая в женщине? Это капризы ее, неприязнь к тебе и так далее. Что человеческое в мужчине? Это грубость, хамство, жесткость и так далее. Это твоя судьба, это как ты в прошлом поступал, такую ты получил судьбу. В умные, ты пойми, что в умные достается в умным. А я досталась тебе. Судьба, понимаете? Вы скажете, а что это такое? Почему судьба? Я же не грубая вообще, я нежная. Понимаете? А для того, чтобы получить грубого мужа, для этого не надо быть грубой. Есть женские качества, которые являются синонимами мужских. Это как отражение, как в зеркале. Но они выглядят совсем иначе. Вот, допустим, если мужчина ведет себя грубо, то женщина ведет себя независимо. Независимость в поведении женщины – это и есть грубость. Понимаете? В поведении мужчины. Или, допустим, мужчина ведет себя гневливо, то женщине не надо быть гневливой. Ее поведение и гневливость – это обидчивость, ранимость понимаете это тоже самое качество если бы она родилась мужчина она была гневливой или допустим мужчина ведет себя лениво он ленится он ленивый человек ленив как бы лень и поведение мужчины вот ли мужчина ленивы ему трудно что-либо сделать это неспособность что-либо менять в жизни у женщины она может быть не ленивая она такая может быть там и любит и готовить и стирать убирать она трудолюбивая но менять ничего в жизни она не может вот лень жизни мужчины и неспособность что или менять в жизни женщины, это одно и то же. Понимаете? Или женщина хочет, ей нравится работать на работе больше, а дома не нравится работать. Ну, там, готовить ей не нравится, допустим. То же самое у мужчины в психике. Ей ему не нравится работать на работе, ему нравится готовить. Это то же самое, понимаете? Одна и та же черта. Да, если человек рождается в женском теле, нравится работать, готовить не нравится. Рождается в мужском теле, нравится готовить, работать не нравится. Или, допустим, мужчина трусливый. У женщины как это в психике проявляется? Как безбашенность. Это одно и то же. И так далее. То есть, поймите такую вещь, что если вы удивляетесь, почему он так себя ведет со мной, не удивляйтесь, потому что вы такая же. Другими словами, если вы бы не имели этой черты характера, то вы бы на нее и не реагировали. Вот, допустим, есть ли в близком человеке такое, чего вам не подходит по судьбе? Есть, конечно. И это вам по барабану, вы не реагируете. Но когда это проявится? Вот если он, допустим, с вами разведется и найдет себе другого человека, он другие качества вытащит наружу. И он по-другому. Никогда не бывает так, что в разных семьях люди себя одинаково вели. Вот попытайтесь это понять. Вот в одной семье мужчина так себя ведет, потом он женился заново. У него другое поведение совсем. Он как личность остается такой же. Похожести много, но много и различий. Потому что человек себя ведет с тобой так, как тебе положено. Не удивляйся этому. Допустим, ваша жена, она может в других отношениях вообще перестать болеть психической болезнью. Понимаете, такое может быть вполне. Ну то есть, идея в чем заключается? В том, что если человек возмущен поведением близкого человека, то это просто бунт по отношению к Богу. И результат этого бунта всегда будет печальный. Понимаете? Да ты как вообще смеешь так себя вести? Да как тебе положено, он так себя ведет. Хорошо, как с этим жить? Это другой вопрос. Можно ли все терпеть? Нет. Но есть, мы завтра будем об этом говорить, есть всякие варианты, которые меняют ситуацию. Но в целом, вот эта идея, что типа я тебя бросил и все стало хорошо, это глупая идея, она никогда не работает. Хорошо, двигаемся дальше. И так человек без счастья не может жить. Душа, я душа, и вы все душа. Душа, она нуждается в трех типах энергии. Первое, она нуждается в любви, без любви, без отношений. Душа просто не может жить. Второе, душа нуждается в знании. То есть, знание это такая сила, которую приобретает человек, получает счастье или любовь. То есть, знание должно приносить человеку счастье. Любое знание. Допустим, человек даже, допустим, изучает, там, как компьютеры работают. В конечном счете, это знание ему принесет деньги. То есть, деньги – это тоже энергия счастья. Ну, то есть, другими словами, нужна любовь, нужно знание. И еще нужна вечность человеку. Человек всегда хочет жить. Он не хочет не существовать. То есть, ему нужно жить. Вечность. То есть, человек стремится к этим трем вещам. Любви, знанию и вечности. Вечность – это для всех одинаково. Для мужчины, для женщины все хотят жить. Просто по-разному. Мужчина готов пожертвовать свою жизнь ради родины. Женщина готова пожертвовать свою жизнь ради детей. Ну, в любом случае, как бы, человек хочет жить. А вот стремление к знанию и к любви по-разному работает в мужской и женской природе. Мужчина рожден в знании. Он получил это от Бога. То есть, его психика насклонена к этой силе. А женщина рождена в любви. Женщина соткана из энергии любви, а мужчина соткан из энергии знаний или побед над судьбой. Знания – сила, как говорят. То есть, он соткан из этой силы. Понимаете? Неуважение этих вещей друг в друге приводит к разрушению отношений. Если мужчина не уважает женщину этой энергии любви, он не говорит ей, «Ты у меня самая красивая, ты у меня самая лучшая, самая нежная, самая ласковая». Хоть она так себя и не ведет. Если он так говорит, она такой станет рядом с ним. Или, допустим, женщина-мужчина говорит, «Ты у меня сильный, ты у меня способный, у тебя все получится, ты устроишься на работу, ты преодолеешься, победишь». Он таким и станет. То есть, уважение является основой для отношений. Но мы с вами начали с чего? Начали с того, что есть люди, которые хотят с самого начала в жизни влюбиться так, втрюхаться, чтобы потом всю жизнь быть счастливым. Так вот, запомните, это само желание является абсолютно неправильным. Хоть оно есть у нас внутри, мы все так хотим. Каждый хочет миллион выиграть там в лотерею. Или найти на дороге. Каждый хочет влюбиться так, чтобы всю жизнь быть счастливым. Но это желание сам по себе означает, что человек не хочет работать над судьбой. Он хочет получить счастье, которое валяется на дороге. Которое просто само по себе есть и все. И вот за это желание судьба со страшной силой цепляет людей. Со страшной силой просто. Запомните, если человек вот втрюхался без мозгов в кого-то, это уже практически сто процентов, что он с этим человеком жить не будет. Почему? Потому что выдержать невозможно такую влюбленность. Ну то есть от человека требуется то, что Бог только может сделать. Но никто это не выдержит. И давайте посмотрим, вот хорошо, а что тогда хотеть. Вот эта вот идея, когда человек хороший, и он тебе приятен. Самое лучшее в отношении. Почему? Потому что в этой идее карма твоя, меньше всего, судьба, меньше всего работает. Как судьба берет за жабры человека. Вот именно так. Чем больше ты влюбляешься в человека, тем больше будет действовать через него твоя судьба. Чем меньше ты влюбляешься, а чем больше в тебя влюбляются, тем меньше ты будешь страдать в этих отношениях. Это парадокс. Кажется, что наоборот, если я влюбился, значит я буду счастлив с этим человеком. Ничего подобного. Ты влюбился, означает очень много желаний прилагаешь к этому человеку. И эти желания являются причиной страданий. Чем больше ты от кого-то что-то хочешь, тем больше будешь страдать с этим человеком. Так устроен этот мир. Понимаете, если тебе повезло, как ты говоришь, и ты с этим человеком, который ты веришь. Именно веришь в человека. Не уважаешь его, а веришь в человека. Понимаете, если ты начал с этим человеком жить, то потом ты будешь много лет в отходнике находиться, от этих отношений, потому что однозначно они будут разрушены. Однозначно. И однозначно ты от этого пострадаешь. Страшно просто как личность. Если ты не начал с этим человеком жить, то будешь вспоминать всю жизнь это. То есть люди очень ждут этой любви, веры, как бы. Они хотят этой любви, веры, но когда эта любовь приходит к ним жить, это жесть, понимаете? Лучше бы она не приходила. Ну, допустим, человек не смог добиться того, что жить с человеком. Ну и слава Богу, это лучше. Он все равно будет вспоминать. Сквозь года летишь за мной, покатались на лыжах, на водных вместе. Понимаете? Ты сквозь года летишь за мной, как будто ангел загорелый за спиной. И он говорит, верни мне мою музыку, я не могу с этим жить. Дай мне или любовь, или оставь меня в покое. Что мне делать теперь, что я с тобой встретился? Понимаете, это жесть. А жесть еще больше, когда человек жил, жил вместе с таким человеком, и потом перестал жить. Что-то произошло. Самое худшее, если этот человек ушел из жизни. Не легче, когда он ушел просто от тебя. Ну, это когда любовь, вера. Понимаете, это такой жесткач вообще. Люди так сильно к этому стремятся в жизни. И они не понимают, что есть другая любовь, когда вы просто по-доброму, как бы хорошо относитесь друг к другу. И просто создаете отношения. А потом это превращается в чистоту, чистое светлое чувство, глубину. Понимаете? Вот это совсем то, что надо. А люди хотят просто балдеть, ничего не делая. Какой результат? Да, мои хорошие. Итак, как бы, видите, само чувство любви, это такая штука очень опасная. Надо с ней разобраться. С одной стороны, это хорошо, любить друг друга. И в конечном счете, когда мы строим правильное отношение, мы приходим к любви. Но вопрос, как это чувствуется? Люди хотят этой горячей любви, чтобы сгло сердце, чтобы как бы мозги летели, плавились, чтобы все как бы перевернулось в мире. Понимаете? Они этого хотят, жаждут. И именно это желание рушит семьи. Вот человек жил, жил с близким человеком, у него дети там уже все, эту бабамс по мозгам дало как бы. Что с человеком происходит? У него картинка полностью как бы меняется, понимаете? Эти близкие для него уже не близкие, жена уже не жена. Все, то есть он тупеет совершенно в том, что было. Понимаете? Если человек вот увидел то, что он ждал вот эту вот влюбленность, он ждал этого всего, он тупеет совершенно, он не может уже нормально жить. И это и означает его поражение в его судьбе, потому что там тоже ничего не получится. То есть он идет к этой любви, это сравнивается в ведах, в священных писаниях, сравнивается как? Как мотылек летит на свет, потому что он балдеет от света, понимаете? Он не просто там, почему мотыльки летят на свет, он же балдеет от света. Отчего мотылек погибает? Все мотыльки на земле погибают только от ожога. Они погибают от света, к чему летят, от того и погибают. Оленью нравятся очень звуки леса, понимаете? Я слышал такой звук флейты, рожка, он вау! Это самое крутое, что он в жизни слышал. И он бежит на этот звук, и потом пиф-паф, потому что специально это делают, для того, чтобы его убить. Рыбе больше всего нравится вкус. Она такая неуклюжая вся, и вот единственное в жизни счастье – это вкус, понимаете? Вот она и попадается на этот вкус. А человеку больше всего нравится секс. Вот это чувство влюбленности, понимаете, ему нравится. И он на него попадается. В результате семьи в основном разваливаются из-за этого. Любовь – это самое глубокое, неповторимое чувство, которое только бывает в этом мире. Самое опасное. Если человек этого не понял, то вся жизнь его будет разрушена. Я знаю случаи, когда мужчина плачет, со слезами на глазах уходит от своей жены с тремя детьми, которых он очень сильно любил. Но он не может остаться с ними из-за этого чувства, которое зацепило его за мозги, и тянет, и тянет, и тянет. И он мучается какое-то время, и не знает, что с собой делать, и потом бросает все, и идет, понимаете, к этому чувству, которое разрушит всю его жизнь в будущем. Вы скажете, Олег Геннадьевич, а может не разрушит? Ну, мы об этом поговорим. Я вам расскажу, как это работает, и вы сами уже потом решаете, разрушит или нет. Итак, сама идея получить какой-то балдеж за так является неправильной. И за эту неделю идею потом человек и отвечает всю свою жизнь. Потому что одно дело, ты бросил конфетку куда-то, а другое дело, бросил своих детей. Конфетка, она растворится в твоем сознании. Но дети не растворятся. Они всю жизнь будут пятном на твоей судьбе и на твоей жизни. И потом, когда это пятно вырастет, оно тебе еще пару слов ласковых скажет про твою жизнь. И все только потому, что мы не знали. Вот надо изучать эту тему. Итак, Бог держит двух людей вместе. Это называется семья. Понимаете? Бог именно держит. Не то, что там человек. Бог держит. Вот эти нити незримые, это Господь сам держит. Хорошо, давайте разберемся. Ну, допустим, он держит. А я говорю, и рыбану. Потому что я влюбился. А что мне, по барабану? Хорошо. Да готов отвечать, готов. Но ты еще не знаешь, чем ты будешь отвечать. Ты будешь отвечать тем же самым. Если бы чем-то другим отвечать, тогда еще другое дело. Хорошо. Рубанул. Давайте разберемся, что происходит. Вот женщина является самим источником любви. Конечно, источником любви является Господь. Но Он действует через женщину. Понимаете? У женщины есть два вида красоты. Один вид красоты – это то, что видят мужики. Это то, что внешне. Вот она накрасила все, нарисовала. Сама из себя вся такая красивая. Вот этот вид красоты вызывает у мужчины половое желание. Он вызывает у него желание как бы наслаждаться этим телом, которое вот ему нравится. Женщина, имейте в виду, что этот вид красоты вовсе не вызывает желание брать вас замуж. Чувствуете, да, о чем я говорю сейчас? Это то, что вам как раз надо. Некоторые женщины даже не подозревают, что им именно замуж надо, когда они встречаются с кем-то. Именно замуж, не в постель, а замуж им надо. Теперь давайте разберемся, какой вид красоты вообще замуж позволяет выйти. У женщины есть в сердце, в душе, вот в сердце, есть особый вид теплоты. Этот вид теплоты она не контролирует. Она может внешнюю красоту контролировать, но вот этот вид теплоты, который в сердце у ней находится, она не контролирует. И этот вид теплоты, когда он достаточно сильным становится, который находится в сердце, он примагничивает человека именно желая быть с ней всю жизнь. Не желание как бы ее заломать и в постель уложить, а желание быть с ней, он вызывает этот вид красоты. Так вот, этот вид красоты, понимаете, он не зависит от того, хотите вы или нет, чтобы он был женщиной. Поймите, приходит время, и Бог вам дает такую возможность, этот вид красоты, тогда есть возможность за кого-то, в принципе, выйти замуж. Но есть одна проблема. Если ты мужа бросаешь, то у тебя в сердце Господь кладет камешек на этот вид твоей красоты. То есть из твоего сердца идет холод. Твое лицо красивое, тело красивое, но из сердца идет холод. Со мной вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, непостоянные не те. Ну, если глубоко проанализировать эту песню, в чем можно сделать, какой вывод? Женщина бросила свою мужа, поэтому сначала к ней друг ходил, старый. Потому что мужа другом старым не называют. Понимаете? То есть она мужика свой бросила. Мне сначала один ходил, а потом вообще никто не стал ходить. Если она рожает кого-то, она становится матерью даже не одиночкой, а одноночкой. И, мои дорогие друзья, если вы думаете, женщины, что я сочиняю, то очень скоро вы узнаете, что это ваша иллюзия. Потому что я точно вижу в вас это. Вот если вы мне будете задавать вопросы, что у меня с мужем не склеится. Если я увижу у вас в сердце вот этот камешек, сразу, тут же я вас не буду дальше слушать. Я просто вас спрошу. А что у тебя было до этого? И кого ты там рубанула? Ой, Олег Геннадьевич, ну это было, да. Ну вот теперь не обессудь. Потому что камешек мешает этот. Даже если ты смогла удержать человека рядом с собой, то камешек мешает тебе с ним строить отношения, потому что ты наказана Богом. Теперь мужчина бросает, допустим, жену. Что с ним происходит? Мужчина не закрывает, Бог у мужчины не закрывает сердце. В этом нет необходимости. Он делает другую вещь. У мужчины появляется очень горячее, сильное чувство любить. Вот он жену бросил, и у него просто из сердца огонь начинает выходить. Пламя такое. И это пламя находит источник. То есть, если человек бросил просто так, без основания, сильно наказан, то следующий момент его жизни уже известен. Он находит себе девушку очень быстро, в которую втрюхивается по шею. Понимаете? По шею просто. Вот. Бросил жену, втрюхался по шею. Что это значит? Это значит, что он как раз и получает вот эту любовь, веру, которая никогда не дает возможность остаться с этим человеком. Вопрос только времени, когда она уже израсходуется и пнет тебя под зад. Ну, то есть, другими словами, бросил жену, значит, чего получишь? То же самое, тебя точно так же бросят. Но у женщины по-другому все. Бросила мужа, что получаешь? Одиночество, пустоту. Женщине найти себе человека колоссально тяжелее, чем мужчине. Колоссально тяжелее просто. Потому что семья предназначена не для мужчины, а для женщины. Это ей нужна семья. Это она в семье свое основное счастье в жизни испытывает. Поэтому женщине бросать своего близкого человека безумие. Просто безумие. Первое. Она отходить от этого человека будет несколько лет. Потом ей несколько лет нужно будет набираться сил, чтобы выйти замуж. Потом она должна знать, что с ребенком тяжелее выйти замуж, чем без ребенка. А если еще два, еще тяжелее. Потом она должна знать, что даже если она наберется сил и будет уже такая же красивая, как раньше, а еще может даже красивее, чем до замужества. Может она такая сильная. Все равно по своей судьбе вряд ли она получит человека лучше, чем тот, который был до этого. Возможно. Но маловероятно. Вряд ли. Понимаете? И она просто от одиночества будет уже согласна на все. Теперь поднимите руку, кто уже это прошел. Хорошо. Все будет нормально. Не волнуйтесь. Ладно, мои хорошие. У нас время-то заканчивается, лекция уже. У нас в конце лекции с вами будет определенное мероприятие, которое вы узнаете, может быть, позже. Те, кто из вас вообще никогда не слушал мои лекции, пришли первый раз. Есть такие? Не жалеете? Нормально? Не знаете пока? Ну, это нормально. Просто люди не знакомятся за пять секунд. Итак, у нас сейчас будет с вами одно мероприятие. Мы будем учиться побеждать судьбу. Веды говорят, что судьба у человека находится прямо вокруг души. То есть душа находится вот здесь, в сердце. Да, да. Душа находится вот здесь, в сердце. А вокруг души такой психический шарик. Внутри этого шарика находится пространство, через которое мы воспринимаем этот мир. Наше настроение зависит от этого пространства. И вот этот шарик судьбы или памяти о том, как мы себя вели когда-то, ну, то есть что делали, то и получаем. Из этого пространства в этот шарик выходят такие узелки судьбы. На санскрикте это называется карма-васаны. Ну, то есть узелки кармы буквально переводится. И они меняют атмосферу вот этого пространства, через глазами которого мы смотрим на этот мир. Ну, там, если муть, значит, у нас мутное представление о своей жизни. Если там буря, значит, у нас буря в жизни и так далее. Так вот, знаете, вот эти шарики и узелки судьбы, они звучат. И этот звук приковывает психику человека к событиям, которыми они звучат. Ну, то есть, если, допустим, судьба делает так, что меня бросают, или хотят бросить, или я хочу бросить, значит, я постоянно об этом думаю. Это является признаком того, что не то, что у меня есть какое-то желание, а признаком того, что судьба заставляет меня это делать. Понимаете, да? Это мысли, мысли постоянные на эту тему. Если бы судьба не заставлял, ты бы не думал об этом. Вот если ты хочешь что-то сделать, допустим, но не думаешь об этом, значит, это твое решение. Но если ты постоянно пёрся в это, даже спать не можешь, ты думаешь об этом, значит, судьба тебя мучает. И так судьба звучит в сердце. Вот эти узелки судьбы звучат. И этот звук судьбы вызывает сильную прикованность психики к ним. И если мы постоянно о чём-то думаем, 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 не можем перестать думать, значит, пришло время нам мучиться. Эта судьба заставляет нас мучиться. Так, дорогие мои друзья, есть интересный способ побеждать судьбу, который не мной придуман. Он существует испокон веков, с того момента, как люди появились на этот свет. Понимаете, есть такая способность, если человек, допустим, свою память, вот он думает о своей жизни, даже спать не может. Если он переключает на какой-то объект, который даёт ему возможность не думать об этом, то так человек побеждает свою судьбу. Поэтому Антонов поет песни. Лучшее, а, новая встреча, лучшее средство от одиночества, «Но я о том, что было, ко мне не забывай». Ну, то есть, помню о своих ошибках, о всех там. То есть, человек встретил кого-то, ему легче стало от того, что было до этого. Новая встреча, лучшее средство от одиночества, он считает. Мне нравится песня Антонова, но здесь я не согласен. Почему? Потому что ты будешь помнить о том, что было. Потому что судьба полностью не уничтожается с помощью новой встречи. Понимаете, для того, чтобы ты победил свою судьбу, тебе нужно помнить не о человеке. Действительно, новая память о чём-то, действительно, любовь переключает тебя от своей судьбы. На что любовь — это самая большая сила, которая спасает человека. Но, понимаете, любить надо учиться в этом случае не человека, а Бога. Нужно любить святость или тех людей, кто обращены к Богу. Потому что именно эта память о Боге является самым лучшим лекарством, который обесточивает вот это желание судьбы мучить нас. Ну, то есть, другими словами, если ты просто, допустим, повторяешь какой-то настрой, бескорыстный надо настрой повторять. Я желаю всем счастья, не себе, а всем другим. То в это время, ты так повторяешь, если ты слушаешь тех, кто молится, ну, неважно в какой вере, в какой-то вере, люди искренне молятся, ты слушаешь, слушаешь, слушаешь. Эта молитва способна тебя, твою психику отвлечь от твоей тяжёлой мысли. И это отвлечение, это не просто, ну, как, типа, отвлёкся и всё. Здесь есть удивительный феномен, который описан во всех священных писаниях. Когда человек перестал думать о себе, о своей судьбе и думает о тех, кто молится, или думает о Боге, то в это время его судьба перестаёт быть сильной, её сила тает, и он фактически побеждает судьбу. То есть, если его бросали, перестают бросать. Если ему надо сядь в тюрьму, значит, постепенно у этих прокуроров перестаёт это желание его садить в сердце, понимаете, меняется. Ну, то есть, другими словами, вот эта способность слушать тех, кто молится, и забыть про себя в это время является колоссальной способностью побеждать судьбу. И поэтому мы с вами потренируемся, каждый раз после лекции я включаю какую-то молитву, которая мне очень по душе, и мы повторяем, я желаю всем счастья. При этом у меня нет тайного желания вас обратить в какую-то веру, хотя бы потому, что я принципиально включаю молитву не своей духовной традиции, ну, чтобы, как бы, вы понимали, что вас никуда не тащат, а просто включаю, чтобы люди учились побеждать судьбу. Завтра, да, после вот того, как мы с вами поповторяем, я желаю всем счастья, минут 8. У нас по традиции я раздам цветы, а вы завтра приносите новые цветы, чтобы я их мог раздать вам. Эти цветы, они несут удачу, потому что они заряжены вашей любовью. Потом, если принесете мандарины, там апельсины, я тоже буду кидаться, им яблоки не приносите, по голове попадет, человек упадет без сознания, уже проверяли. Мандаринка, она ничего не делает потом. И, возможно, у нас здесь есть клуб благости, это ребята, девчата, которые работают над собой, слушают мои лекции, они наготовили очень много шариков. Наверное, вам уже раздали, да, по шарику? Нет еще? Может быть, час будем раздавать, ну, то есть, так это тоже возможно после лекции. И потом, когда мы все это сделаем, я пойду из этого зала, и все, кто хочет меня додушить, у кого есть вопросы, какое-то время я с вами еще пообщаюсь, пока у меня будут силы. А завтра, за полчаса до лекции приходите, если у вас ко мне личные вопросы, и только в таком формате я могу вам ответить. У меня нет времени дома отвечать на ваши вопросы, и я не даю личных консультаций, только вот такие возможности. Субтитры подогнал «Симон»